кто здесь закон я здесь закон то есть ничего не может радовать душу так как раритетные наборчики от технолога всем привет вы смотрите видео с канала важного кота и это не такая уж и частая рубрика ретро технолог и рассмотрим мы сегодня вот этот наборчик био киборги шерифы и киборг юнл 2 данный наборчик в принципе можно отнести к так называемым синглом от компании технолог фигурок из серии битвы фэнтези первыми синглами от данной компании были конечно же пакетиковые варианты пакетиковые выпуски солдатиков с орудием где на картоночке скрепляющий пакет сверху была изображена схема сборки орудия а также что это за отряд в таком виде выпускалось не очень много отрядов но среди них были вот эти ребята био киборги шерифы к слову этот ряд был не очень распространен в других наборах и на моей памяти есть всего лишь два набора в котором выходили данные ребята первый это пакет вместе с ними а второй вот такой в 2000 году у компании технолог уже были сингловые наборы такие как допустим амазонки и марсель с мушкетерами комплект которого помимо отряда фигурок входил участок крепости то есть какое-то укрепление а также орудия по этому же принципу впоследствии выпускались и те синглы которые можно назвать современными но именно этот наборчик можно приравнять к ним потому что в данной коробочке находится всего лишь один отряд солдатиков и сборный киборг машина которую можно приравнять к орудию обратите внимание какой раньше был логотип у серии битвы фэнтези это один из вариантов логотипа данной серии логотип компании технолог конечно же один из несомненных плюсов это арт на коробочке изображающий бравых шерифов в количестве трех и боевого киборга и нл-2 которые отбиваются от аравы каких-то туземцев индейц подобных мужиков набор фигурок и боевой киборг и нл-2 для игр серии битвы фэнтези небольшая коробочка по размерам она даже уступает как мы видим современным синглом но она очень плотно набита и достаточно весомая с торцевой стороны мы видим весь отряд все содержимое в покрашенном варианте логотип битвы фэнтези технолог годен до 2010 года в набор входят белые киборги шерифы четыре воина один боевой киборг и нл-2 и подробная инструкция по раскраске а также отметки о том что данными фигурками можно играть по правилам традиция ультра и империя но и обратная сторона коробочки конечно же на которой изображены все те же фигурки уже более таком близком варианте на каком-то террейне внимание в комплект игры входят не раскрашенные фигурки блюстители порядка зоны свободного огня биокиборги шерифы усилили свои ряды новейшим бронированным собратом боевым киборгам из мира стальных пещер усиленный отряд биокиборгов шерифов это непременные условия победы твоей армии очень жаль что такие коробочки перестали выпускаться к слову подобные коробочки выпускались примерно с 2002 по 2004 года и в 2004 году биокиборги шерифы по сути были сняты с производства киборгу юнл повезло чуть больше он просуществовал подольше где-то до 2006 года когда технолог практически полностью перешел на полистирол все эти ребята должны быть выполнены из полиэтилена бригада номер один август 2003 года и что мы видим в данном наборе разобранный киборг киборги нл-2 шерифы и бумажные составляющие данного набора артефакт снаряды всем известная инструкция по покраске которую вкладывают практически в любой набор войсковой каталог очень жаль что технолог перестал делать такие книжицы это было своего рода рекламой в свое время потому что пацаны разглядывали всех этих бойцов и хотели себе заполучить всю армию которая выпускалась в данном каталоге практически все старые отряды и даже есть у нас пустые места где написано готовиться к выпуску хорошее было время также здесь есть все артефакты что они означают у какого отряда какой и орудия тех листы орудий потому что вот эти тех листы использовались при игре по правилам статус империя спарка скорпион орудия которые уже давно давно не выпускаются мдв-15 и также есть тех лист для киборга и нл-2 он один типичный для всех несмотря на то что киборги сами по себе внешне различаются имеются четыре модификации и все они одинаковы по свойствам а сзади мы еще видим что фирма технолог представляет различные стратегические игровые системы битвы фэнтези здесь мы видим уже совсем другой логотип роботех старсис переросшая потом в бронепехоту мастер град и универсал это типы конструкторов которые выпускал технолог и соответственно статусы какие есть статусы в данной игровой системы 2002 год технолог так что у нас здесь отравленная стрела артефактов посмотрите как раньше выглядели артефакт изображена как эта змея черепа и это артефакт отравленная стрела если у вас есть отравленная стрела то вы можете указать отряд воинов противника каждый солдат которого до конца сражения лишается дополнительных очков фазе рукопашного боя указанных в армлисте отряда стандартные снаряды и к сожалению я вижу поломку к сожалению годы не пощадили и у одного шерифа отломилась эта самая веревка это не беда это можно починить киборга я сейчас собирать не буду если честно мне это немножко больно делать потому что материал хоть и полиэтилен то есть по идее достаточно гибкий но он тем не менее старенький а как показывает практика старенький полиэтилен имеет свойство лопаться внутреннее кольцо лопается и поэтому начинает болтаться конечность у фигурки но есть решение во внутреннюю часть внутреннее пространство вот это темненькая то есть там есть пустота в нее можно затолкнуть кусочек силиконового шланга допустим в общем уплотнить уплотнить кольцо с внешней стороны и таким образом хоть как-то будут держаться конечности на фигурке ну и в принципе киборга юнл мы уже видели видели в одном из предыдущих обзоров мозговитый парень у которого есть мозг у которого есть череп и непонятно что это за существо такое потому что эти фигурки были не только в системе битвы фэнтези они также были и в киберпанке серии настольных игр они появлялись в старсисе если я не ошибаюсь в битве на песке хотя чё уж там давайте соберем фигурку сейчас я попробовал надеть одну лапку этому киборгу и знаете у меня это не вышло даже вот такие вот вмятина остались на пальцах наверное будут синяки я не смог этого сделать так что те кто говорят что сложно собираются киборги zxl из фикс прайса те неправы потому что вот кто не собирается с первого раза поэтому сборку этого киборга я отложу и давайте рассмотрим биокиборгов шерифов командира отряда почему-то рука не на месте вот так выглядит командир биокиборгов шерифов это один из трех отрядов старого технолога ретро-технолога у которых шевелилась всего лишь одна рука и и судя по тому как расположена кисть у этих отрядов можно предположить что этим фигуркам можно вставлять какое-то вооружение в руки и вы наверняка видели такое вооружение командир отряда носит бейсболку по внешнему виду весь отряд очень сильно напоминает некие такие постапокалиптические отряды что-то родом из безумного макса большие наплечники кожаные напульсники какие-то непонятные кожаные ботинки оголенные ноги и некие такие юбочки и нагрудники еще у командира есть кольцо в качестве некого украшения и большой ремень проходящим через все тело и сходящийся где-то на спине вот тут вот кольце на поясе у него висит какой-то вроде ключ и есть сумка в которой он что-то может хранить посмотрите на лицо этого человека этого киборга раньше технолог не особо заморачивался с со скульптом лиц и делал их если честно страшновато не и вся прелесть этого страшного лица проявляется особенно после покраски поэтому я не очень люблю красить старый технолог вот такой у нас командир фигурка не хочет стоять потому что у нее есть облой на стопе до у этих фигурок есть местами облой даже у старого технолога было такое не только у нового следующий боец в отряде это как раз таки вот этот ковбой боец в ковбойской шляпе держащий веревку аркан которая к сожалению меня отломилась точнее она не у меня отломилась она такая была ведь набор был полностью запечатанный у этого парня точно такая же рука я так понимаю она у всех одинаковая до принципиальных различий подвижной руки этих фигурок нет также у этого бойца аналогичные командиру наплечники аналогичный торс тоже есть какое-то колечко видео украшения тот же самый ремень но уже не сходящийся на спине то есть он есть спереди а сзади как мы видим ничего нет то есть ремень какой-то чисто декоративный как будто бы наклеенный с передней части доспеха нагрудника у него есть также ключ на поясе как у командира сумка но только без бляшки командира я смотрю еще спереди здесь что-то есть у этого бойца нет то ли тоже какой-то ключик то ли непонятно какой-то элемент те же самые ботинки и то же самое шикарное выражение лица как будто бы он не понимает что тут происходит ну сделаем скидку ребятам все-таки это не просто люди не просто бойцы это био киборги а вот этот боец судя по всему самый свирепый в команде потому что в руках он в руке в одной руке он держит череп очень похожи на череп скелетона подвижная рука точно такая же как и у предыдущих а вот с другой стороны мы видим другой тип наплечника на которой мы видим крылатый черепок некий ремешок который возможно как-то прикрепляет этот наплечник телу ну естественно воодушевляющие такое вот лицо с лысой головой мне почему-то он напоминает на сферату ну если бы на сферату был гоп ником грудная защита у него точно такая же как у командира даже ремни сходится на спине точно также здесь скульптор не особо мучился просто сделал небольшое различие в нижней части тела здесь у нас помимо стандартной юбочки имеется еще и вот такой вот платочек вот что что наверное должно было бы быть у командира вот здесь вот мы видим кольцо и от него отходит часть ткани которая заканчивается просто на самом деле это вот такой платок должен был бы быть то есть возможно вот эту фигурку сделали раньше чем вот эту а потом просто платок убрали и четвертый боец данного отряда который имеет точно такую же подвижную руку слегка отличающийся наплечник как мы видим здесь от предыдущего отличается только тем что нет ремешка есть тот же самый крылатый череп нагрудник точно такой же как у командира те же ремни те же украшения тот же ключ даже сумочка но без клепки и опять таки мы видим что здесь вот есть какой-то платок повязанный на поясе но он короче чем у предыдущего оголенные ноги те же ботинки все остальное то же самое в своей левой руке он держит какой-то короткий меч это либо дай то либо все то ну что-то японская на мой взгляд что по длине не очень тянет на катану тот же самое гоповатое выражение лица с одной слегка такой удивленно приподнятой бровью типа чё происходит опять таки и это носитель ирокеза волосы аж сзади по спине развиваются к сожалению нет под рукой сейчас ножа чтобы срезать вот здесь облой на стопах чтобы фигурки стояли поэтому пусть они полежат пусть полежит не собранный киборг юнл 2 кто хочет увидеть собранный повторюсь посмотрите одно из предыдущих видео и кто такие эти киборги и шерифы по легенде острова магов на острове имеется такая территория которая называлась зеленой долины зелеными землями которую взяли под свое крыло под свой контроль разбойники и предводителем этих самых разбойников был портупей синяя борода постепенно в эту самую долину стали стягиваться как обычные люди которые были изгнаны из старого света и их заподозрили в колдовстве так и различные служащие магов которые потеряли своих хозяев которые были последними выжившими из отрядов и так далее сюда же приходили те кто вообще не хотел служить никому из магов таким образом появилась гильдия диких гусей или гильдия вольных стрелков как они себя называли и именно вот эти ребята биокиборги шерифы наравне с дивизионом шерфут были что-то вроде гаранта безопасности гаранта порядка этих мест зоны свободного огня как называлась вся эта долина то есть они следили за порядком выполняли функции по сути шерифов кем они являются легенды у этого отряда нет к сожалению не выпускал технолог легенду этого отряда это очень прискорбно на мой взгляд потому что старые отряды особенного такого постапокалиптического толка ведь согласитесь по выражению лиц и по экипировке эти ребята очень сильно схожи с такими отрядами как титан ураган и тайфун и ни у одного из этих отрядов тоже нет легенды но эти ребята и эти киборги нл-2 уже давным-давно не производится возможные пресс-формы их давным-давно уничтожены поэтому единственный вариант как достать этих ребят это искать среди коллекционеров и покупать их с рук ну может быть кому-то повезет и он сможет найти точно такой же новый наборчик биокиборгов либо пакете вместе с катапультой голиаф которая к слову прекратила свое существование задолго до вот этих отрядов вот этих киборгов а на этом я закончу свое видео надеюсь оно вам понравилось ставьте лайк если это действительно так подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями комментируйте видео а также не забывайте нажимать на колокольчик если хотите получать уведомления о выходящих новых видео на моем канале с вами был важный код пока